Я простой обалдур Я в рубашке одной, а душа не душой Просто я молодой, просто мне хорошо Я иду напрямик, лужи мне нипочем Подтолкнул грузовик и с глязища плечом А шофер поражен, деньги тянет дурной Просто мне хорошо, просто я молодой Потакай добру, непрекайно рублем Я ту песню ору, то свищу соловьем Одет седой бородой, обозвал алкашок Просто я молодой, просто мне хорошо Засыпает земля, засыпает вода И иду только я, сам не зная кода А месяц в небо пошел, наблюдай за мной Ему хорошо, он как и я молодой Игорь Растирай в студии программы Оранжевое утро Доброе Оранжевое утро, друзья, с вами также Станислав Чебриков, Анастасия Фейфилова Ну и как тут не пожелать всем бодрого заряда, он уже наступил Игорь Растиряев, автор-исполнитель песен, актер театра и кино И человек, который 10 лет назад взорвал, можно так сказать, Ютуб Своим клипом и своим исполнением песни «Комбайнеры» Попозже об этом мы обязательно поговорим Доброе утро, Игорь Доброе утро! Как у вас настроение? Анастасия, Станислав, правильно? Правильно, абсолютно Как у нас настроение после нашумевшего концерта, который вчера состоялся в ДКЖ Вы любите Новосибирск? Я обожаю Новосибирск А вчерашняя встреча с новосибирцами Это что-то такое, нечто непередаваемое, невероятное Потому что сибиряки – это особые люди И всегда, когда приезжаешь в Сибирь, вот ты вспоминаешь, что это как раз тот регион С которого и начался моя гастрольная, можно сказать, жизнь по России-матушке То есть было сначала Ижевск, а потом уже, по-моему, пошел Новосибирск, Томск и Барнаут А вы не помните, в который раз вы уже приезжаете? Раз пятый, наверное Раз пятый То есть в постоянном, в Новосибирск, в постоянном гастрольном графике? Да, довольно часто, в Новосибирск довольно часто С какой программы приезжали? Что нового привозили? Программа у нас всегда, как сказать, строится так Пишутся песни на протяжении 10 лет Вот как песен набирается достаточное количество Записывается, например, альбом Вот, например, звонарь Потом набирается еще какое-то количество песен Которые постепенно на всех концертах поются Записывается альбом Ой, упал, не важно Альбом, допустим, Рожок, да? Альбом Рожок Потом Дождь над Медведицей А потом, хочется поэкспериментировать И записывается новый альбом, с которым еще в Новосибирск я не приезжал Называется «Концерт с оркестром» Туда вошли песни, вот, аранжировки вот со всех альбомов И новые, безусловно Нет, новые относительно туда еще не вошли Новые мы сейчас будем выпускать Будет называться «Десять лет на комбайне» Вот Как сказать? Вот такие дела Плюс книга Новая Относительно В том году Саш, по разрешению я посмотрю Игорь, сразу про книгу То есть это ваши рисунки Это ваши тексты Да, да, да И название Это что за балаган? Это опять-таки же про раковку, нет? В общем, да Правда? Про глинище, мягко скажу Здесь вот все простым языком написано Ну, простота весьма условно этого языка Здесь очень много диалектизмов То есть, говоров, казаков Интересные иллюстрации Северного дона, если так можно сказать Вы как человек, как потомственный казак, собственно, да, писали? Да, эта книга писалась 17 лет Создавалась с 2002-го под 19-й, получается Вы ее начали писать еще задолго до того, как, в принципе, стали известным, популярным Конечно, задолго до всех песен про трактористов Я как раз хотела поинтересоваться, как у вас прошел 2020 год Ну, итоги мы уже видим Это новый альбом Это книга очень интересная Вы ее уже, она уже пошла? Нет, книга и альбом это все-таки 19-й год Чем занимались тогда в этот непростой год? Просто как-то где-то в одном из интервью вы сказали, что вам был вопрос Если вы не будете петь, чем будете заниматься Вы сказали, не знаю, ну, буду рисовать Вот время пандемии рисовали Вот я в 20-м году очень много рисовал, да А вот ты картинок в такой стилистике и продавал их через интернет Чтобы вот как-то вот, самое, выживать Потому что с концертами не очень было, так же, как и у многих Как у всех Ну, да, наверное, большинство Вот, как-то так В свое время, когда у вас, я насколько знаю, встал вопрос между журфаком и театральным То есть вы сказали, что я пошел в театральный, чтобы не попадать в журфак Кто вас заставлял идти в журфак? Меня никто никуда не заставлял идти Просто в театральный я уже поступил на тот момент А в журфак надо было еще поступать Поэтому я как человек ленивый решил, если я поступил, я лучше пойду отдыхать Тем более, что театральный, это как-то все так спрашивают О, ты поступил в театральный Вот, это так интересно Ну, типа этого, да А в театральный, ну, понятно, почему пошли, наверное, хотелось какой-то известности, славы, нет? Нет, просто мама слушала радио наше ленинградское Вот, и услышала, что там набирают Идет набор Артистов, да А так как не светило попасть на журфак из-за английского языка Вот, она решила, как бы, ну, посоветовавшись с папой Что чем, как говорится, не шутит Давай-ка, сынок, ткнись в артисты Вот Я помню, что я иду И у меня примерно определение было такое Ну, размышление по профессии Что я иду, смотрю, беру Артист эстрады Набор Думаю, ну, это кто под фанеру рты открывает, что ли? Нет, это не годится Раз артист драмы Ну, это вроде те, кто по сцене ходит, разговаривает Попробую сюда И сходила в драму В конце девятнадцатого года Это вылилось в моноспектакль Который мы с Юрием Евдокимовым, моим однокурсником Создали по вот этой книге Моноспектакль Примерно три часа с антрактом Вот, абсолютно беспрецедентный опыт То есть один-три часа Вот так вот с залом Там песни есть или? Там есть песни Там есть Там надо играть всех персонажей То есть там нужно Там по-настоящему все нужно Папа делал все декорации Вот Атлин В общем, даже привез забор из раковки Старый забор Он его распилил Грядушку от кровати Тоже распилил Насобирал в степи травы В таких коробках Все это в купе припер То есть Ну, все было на серьезном уровне То есть премьера уже была, да? Да, она была один раз А дальше коронный беспредел Нашу, так сказать, театральную эксперименту Немножечко остановил А как люди отреагировали? Первые зрители Первые и пока что последние Мне кажется, что хорошо Отреагировали они Насколько я мог судить Мне очень понравилось Потому что это вообще все дело состоялось Хотя все должно было не состояться Театральное образование, театральное прошлое Все равно не отпускает Насколько я знаю, вы в 15-м году Ушли из театра Ну да, не отпускает, в принципе Особенно на своем материале Очень даже хочется туда что-нибудь подпустить Вот Отпускаться не хочется Чтобы зрители понимали Почему вы, когда говорите слово «папа» И показываете туда Дорогой наш зритель Игорь, не секрет Могу рассказать Секретов нет Путешествует, да Гастролирует с папой Для Сибиряков секретов нет А почему так? Давайте представим всем вашего папу Папу, давайте К сожалению, в кадр мы не можем его показать Просто расскажите им, да Почему он с вами гастролирует В студию В клуарах сказали Вячеслав Мастеряев Папа Игорь В клуарах сказали, что с ним весело Чем веселит наш папа Да как, с ним просто хорошо Потому что он очень хороший папа К тому же он носит вторую гармонь С ней, понимаете С ним под защитой С ней могут не пустить в самолет Вот Плюс ко всему, конечно же Ну, опять же, он мой имиджмейкер Если у меня на куртке заворачивается капюшон Он всегда подойдет и поправит Чтобы я выглядел как человек Это очень трогательно Это очень трогательно Я всегда в такие моменты Просто у меня, как знаете, как ком Папа, вы большой молодец Папа, он же продюсер, он же имиджмейкер И мама, и мама И мама У нас в гостях, я напоминаю, Игорь Растеряев Автор-исполнитель песен Он же актер театра и кино И мы вернемся сюда в студию Не переключайтесь Всем тем, кто только что включил программу Оранжевое утро Здравствуйте И если вчера у вас не было возможности Посетить ДКЖ концерт Игоря Растеряева Присоединяйтесь У вас есть возможность Вместе с нами Послушайте хорошую музыку К сожалению, не все песни Которые звучали на концерте Сегодня вы с нами Тут услышите Давайте уже петь Ну что-то из новенького Игоря Растеряева Песня книга Вот бы мне коня да шашку Вот бы книгу, чтоб учиться Делишь небо на распашку Как распределые страницы И вольный коршун точкой окружить Дайте родскую книгу Кожи Буква пусть за буквой встанет Снять ему вентиляны Пусть она меня поманит Белоснежными полями Где дорога строчкой бежит Дайте родскую книгу Кожи От заката до рассвета Пусть мне душу баламути Дай же книга мне ответа А коль тебе его не будет Стану сапыскать Гулять, да дружить В вечных роских дома Так жить Спасибо Очень душевно Очень здорово Игорь, вы большой молодец Вот как раз песня спектакля По этой книге Решил новую просто спеть А ее где-то можно приобрести Книгу спокойно В продаже На концерте можно было Приобрести Ну и заказать с сайта Можно С вашего сайта Да Рассылаем Знаете, Игорь Насколько я понял Насколько я увидел по интернету Вы человек нежадный В плане авторских прав То есть вы абсолютно Спокойно относитесь Если кто-то на ваши песни Снимает клипы Кто-то, я видел несколько раз Какие-то ребята Исполняют ваши песни Вы не пытаетесь там Заблокировать Подать в суд И так далее А зачем мне на них Подавать в суд Это, если люди снимают В интернете Да, ну такие Самоопальные клипы Как бы То есть Ну просто Ну вам нравится это? То есть или вы спокойно Внимание нравится? Приятно, да Почему нет? Кстати, по поводу Внимания Шевчука К тому, когда вы С ним вместе С группой ДДТ Исполнили песню про свистель Я видел Он очень удивлен, если честно Он, мягко говоря, удивлен Но удивлен приятно И у вас не было Каких-то планов Например, проект какой-то С ДДТ совместным? Да, ну нет, конечно Ну куда мы полезем-то С гармошкой? Ну а почему нет? В святыню Не-не-не-не Я Мне вот так хватило Очень понравилось Как бы Но я считаю, что Не надо лезть к таким людям То есть Ну один раз спел Ну хорошо, да Тем более уже два раза получается Еще В трибют взяли Случайно сыграл песню Капитан Колесников И звукорежиссер Случайно Нажал на кнопку Записал И тут случайно Позвонили с трибюта И спросили Нет ли что-нибудь Вот из ДДТ И мы честно Вот так вот просто И послали И просто сходу Вошли в этот трибют В концертной записи Капитан Колесников Вот Большая часть Вашей концертной Вообще Вашей творческой биографии Получается Череда случайностей Да? Случайно Вроде написал песню Случайно сняли клип Случайно выстрелило И вот Это приятные случайности Ну Как сказать По-разному Книжка Например Создавалась Мало случайностей 17 лет Это все Гелевая ручка Это же Вот это все Черное Это же Вот такой Стержень Ручечный И ты Вот это все Вот закрашиваешь Это не то Что ты там На компьютере Залил Черную А потом Белым Так Выделил Раз Раз Нет Это все Ты вот так Рисуешь Это ты Вот так Все Рисуешь Допустим Каждую Да Буков А потом Вот это А четвертый Формат Это дело Все Ручную Очень Очень муторная Очень Утомительно Работа Я представляю Гораздо веселее Рисовать Вот плитни Например Хотя тут Тоже Можно Сойти С ума Чакан Вот на Этом Самом Но Самый Ужас Сейчас Я вам Покажу Что Сейчас Найду Здесь Что Нибудь Так Вот Самое Ужасное Это Конечно Травинки Это Тоже Все Голову Отключаешь И вот так Вот Стержнем Гелиевым Закрашиваешь Да А травинки Здесь Можно Уже Поехать Кукухой Немножко Ну Это В том Числе Объясняет Почему 17 лет Книга Создан Нет Это Объясняет Но Рисовать Все Таки Такой Разворот Можно Нарисовать Ну Как Сказать Ну Дня За Три Можно Нарисовать Если Упереть Да Именно Материал Жизненный Прозаический Должен Был накопиться За 17 лет Что-то в голове Должно было Сложиться Потому что Когда я начинал К ней подбираться Мне было 22 года Там еще Кроме вот этих Баек Вот этих Веселых Еще ничего То есть Это было С опытом С таким опытом Пришло Вы сильно Изменили За эти 17 лет Если врать Того Игоря Который начинал Эту книгу И сейчас Конечно Сильно Очень сильно Вы знаете Вот мы сегодня С таким теплом Посмотрели ролик Который есть у вас На вашем сайте Это 10 лет спустя Про поселок Раковка Я сейчас могу Неправильно сказать Хутор Да В общем Про Раковку Будем так говорить Ну про Глиниш Да Вы в этом году Отметили 10 лет Спустя После того Как выпустился Этот популярный клип Который набрал 11 миллионов На сегодняшний день По-моему Просмотров Вот Как Раковка Расскажите С такой теплотой С такой душой Мы посмотрели сегодня Этот ролик Так все интересно Это Володя Поклонский Снимал И первый И второй Он был первым Журналистом Мы захотели Когда приехать Честно Да? Да Приезжайте Приезжайте Как будете встречать? Если я там буду А то мы в Питер Можем приехать А то это самое И как за 10 лет Правда Расскажите Вот ту обстановку Которая сейчас Царит Ну как Коронавирус Разумеется Как везде Как везде Там царит Пишет Но ведь Тем не менее Вы все песни Писали Насколько мне Известно Все-таки В Ленинграде Санкт-Петербург В Питере Да? Две написал Там В Глинище Две Птичка И вот последняя Тоже Казачья Чистая Песня Которые В дороге Напивались Вот В этих полях Степях А желания не было Переехать? Да нет Ну зачем Все-таки Вы городской человек Да Я Ленинградец Ленинградец Да Мне нужно Все время Быть между Просто Питер Большой город А в ваших песнях Ну они по большей части Грустные Да Веселья мало Самые веселые Самые веселые Спели мы сейчас У вас в передаче А почему так? Кажется просто Что ваши песни Рождаются где-то Вдалеке от Индустриальных центров Где-то вот как раз Не-не-не Именно в самом Сердце Индустриального Питера Они рождаются Спасибо Игорь Что приехали К нам в гости В наш город Спасибо вам Огромное Спасибо сибиряки Всегда от души Приятно приезжать В Сибирь Приятно вас встречать У нас в Сибири Игорь Растеряев Автор Исполнитель песен Актер театра И кино Был у нас сегодня В гостях В оранжевом утре Всем хорошего дня